Хотя само понятие пограничной охраны появилось только в Советском Союзе, сегодня это подразделение одно из самых элитных. Здесь отдают свой долг Отечеству верной Родине, опытные и по-настоящему подготовленные военнослужащие. Брестская краснознаменная пограничная группа имени Феликса Эдмундовича Дзержинского тому подтверждение. Подразделение уже много лет находится в лидерах по всем показателям, благодаря слаженной работе и грамотному руководству. Сегодня большой праздник, День пограничника, 96-й годовщина образования органов пограничной службы, пограничных войск. По итогам нашей служебной деятельности за 2014 год пограничная группа находится в лидирующих позициях. У нас задержано уже более 150 нарушителей пограничного законодательства. Просвещена попытка перемещения товароматериальных ценностей более чем в 90 случаях на сумму более 4 миллиардов белорусских рублей. По уже сложившейся традиции, митинг во славу пограничных войск на Берестейской земле прошел в Брестской крепости. Здесь собрались не только сегодняшние военнослужащие пограничники, но и ветераны их семьи, близкие и родные. Пограничная служба для большинства из них стала незабываемым и значительным этапом жизни. Пограничный наряд, застава, система, дозорная тропа, команда застава в ружье. Как отмечают ветераны, службы в пограничных войсках требуют особых качеств. Пограничник сегодняшний должен быть в первую очередь ответственным человеком. Ему доверена граница. А если он офицер или, допустим, какой-то младший командир, он должен отвечать и за личный состав, за его воспитание. Профессиональный праздник – время для наград за добросовестное служение своей стране, за бессонные ночи на постах и ту разъяснительную обучающую работу, которая постоянно ведется в подразделениях. Ведь пограничники сегодня не только охраняют государственную границу. Они выполняют свой долг, проводя совместные с правоохранительными структурами операции по противодействию проникновения преступников. Военнослужащие полностью осознают важность своей профессии и гордо несут честь мундира, а в интервью отмечают, что многие и сегодня в праздник находятся на своем посту. Пограничная служба несется непрерывно. То, что мы сейчас видим, это только малая часть. Основные люди сейчас находятся на границе, несут службу в пунктах пропуска, на пограничных заставах. И для них этот праздник пройдет незаметно. Только когда сменятся, может быть, они, конечно же, соберутся своими небольшими коллективами и отпразднуют. В первую очередь, хотелось бы поздравить вот этих людей, поздравить всех присутствующих здесь пограничников, всех ветеранов. Анастасия Надрин-Плотницкая, Виктор Халявка, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.